Все о Reaper 5 с Кенни Джоя Урок 19. Маркеры и регионы Хорошо, теперь рассмотрим маркеры и регионы в Reaper Маркеры служат для разметки разных частей песни Например, сейчас трудно понять, в каком месте песни мы находимся Горизонтально прокручивая песню, мы видим, что на всем протяжении она выглядит почти одинаково Маркеры же, отмечая различные фрагменты песни, облегчают навигацию по ней Давайте воспользуемся ими Допустим, со второго такта у нас идет вступление Мы делаем щелчок на втором такте Привязка активирована Она помогает нам установить маркер точно на нужном такте Например, на третьем или на втором Теперь зайдем в меню Insert И вот здесь мы можем добавить маркер Эту команду можно также вызвать нажатием клавиши M Есть и другая разновидность этой команды с принудительным наименованием маркера Для нее зарезервирована комбинация клавиш Shift-M То есть, если мы нажмем клавишу M Появится маркер А если мы нажмем Shift-M Создается маркер, которому мы можем дать имя Например, Intro И теперь, точно на втором такте у нас стоит маркер Intro Поставим еще один на четвертом такте Но в этот раз сделаем это через контекстное меню, вызванное правым щелчком мыши Назовем его куплет 1 Теперь у нас два маркера Поставим еще один на шестом такте Shift-M Называем его припев И теперь у нас три маркера И мы сразу видим, в какой части песни мы находимся Вот здесь вступление Здесь первый куплет А здесь первый припев Маркеры можно редактировать простым зажатием мышкой И перемещением их по проекту Мы можем передвинуть маркер куплета сюда Или сюда Мы можем сделать по нему правый клик И отредактировать его Тут его можно переименовать Изменить его положение Можем удалить его, сделав правый клик И выбрав удалить маркер Или на PC зажав клавишу Alt на Mac и Option И просто кликнув по маркеру Маркер удаляется У каждого маркера есть идентификатор ID Сделайте правый клик Зайдите в окно редактирования И вот тут показано ID для маркера Intro Это цифра 1 А маркеру куплета назначена цифра 2 А у этого цифра 3 Эта цифра показывается прямо здесь 1, 2 и 3 Это полезно, потому что позволяет переходить к маркерам с помощью клавиатуры Но только не в цифровой секции справа Нужно пользоваться вот этими клавишами с цифрами Жмем клавишу с цифрой 1 Курсор смещается к маркеру 1 Жмем 2 Курсор смещается к маркеру 2 То же самое и с третьим маркером Это быстрый способ навигации по разным фрагментам песни Мы можем также прокручивать маркеры по одному Для этого воспользуемся клавишами со скобками, рядом с клавишей P Нажимая на эти клавиши, мы можем перемещаться назад от одного маркера к другому, либо вперед В зависимости от того, какую именно скобку вы нажимаете Если левую, то вы прокручиваете маркеры назад Если правую, то вперед И, наконец, к маркерам можно переходить по правому клику на транспортной панели Выбрав там опцию «Скачок к маркеру» И в этом меню мы можем выбрать нужный нам маркер Перейдем к первому куплету Наш курсор оказывается точно на первом куплете Это удобный способ навигации по песне Мы также можем изменить цвета маркеров Сделаем тут двойной клик Это тоже вызывает окно редактирования И щелкаем сюда, для выбора цвета Выберем желтый Этот маркер Будет зеленым А этот оставим красным Теперь по одному только цвету мы сразу видим, где какая часть песни Вступление желтое, куплет зеленый, а припев красный Если на линейке мы сделаем двойной клик в области между двумя маркерами То выделится вся область между данными маркерами Между вступлением и первым куплетом Между первым куплетом и первым припевом Между первым припевом и всей остальной песней Можно щелкать и здесь Двойной клик И между двумя маркерами создается выделенная область Здесь 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 и здесь. Или можно кликать по нижней части линейки. Маркеры можно добавлять прямо во время воспроизведения. Если мы нажмем Play и прямо на ходу нажмем клавишу M, то в соответствующей точке песни появится маркер. Давайте сделаем это. И вот мы прямо по ходу песни создали три маркера. Нажатие клавиши M не предлагает нам дать название маркерам. Но мы можем это сделать. Нажать им клавиш Shift-M. И теперь нам предлагается дать маркеру название. Прямо во время прослушивания. Вот так легко создаются маркеры даже во время прослушивания песни. Теперь у нас активирована привязка к сетке. Сделайте здесь правый клик. И вот тут активирована опция. Привязка медиа айтемов к выделению маркером и курсору. Когда эта опция активирована, айтемы привязываются к маркерам. Даже если маркер стоит не по сетке. Например, вот тут. И привязка включена. Теперь перемещаемый айтем привязывается к данному маркеру. И, наконец, мы можем удалить все маркеры, сделав двойной клик здесь. Затем нужно сделать правый клик. И выбрать «Удалить все маркеры в выделенной области». Выделенная область в данном случае — это вся песня. Поэтому, если мы выберем эту команду, все маркеры в песне будут удалены. Теперь рассмотрим регионы. Регионы похожи на маркеры тем, что они тоже отмечают разные фрагменты песни. Разница в том, что они отмечают области, а не точки, как маркеры. То есть мы можем создать регион в области между вторым тактом и четвертым. Это можно сделать регионом. Для этого зайдем в меню Insert. И вот тут выбираем «Вставить регион в выделенной области». Также это можно сделать нажатием горячих клавиш Shift-R. При этом вот тут появляется регион. Мы можем назвать его, сделав правый клик, выбрав «Редактировать регион». И вот в этом окне мы можем его назвать. Сделаем еще один. С четвертого по шестой такты. Правый клик. И выбираем «Создать регион в области выделения». Называем его. А в этот раз воспользуемся горячими клавишами. Выделяем область. Shift-R. И тоже даем имя. Теперь, точно так же, как с маркерами, мы разметили разные части песни. Чтобы выделить разные регионы, мы можем раскрасить их в разные цвета. Делаем правый клик. Редактировать регион. И назначаем ему цвет. Этот сделаем желтым. Этот зеленым. А этот красным. Теперь регионы различаются по цвету, что более наглядно. Мы можем сделать все наши куплеты зелеными, все припевы красными, а вступления — желтыми. Редактировать регионы можно простым захватом мышью. Вот здесь. Вот так можно менять их размер. Вот так регулировать их границы. Этот можно сделать короче, этот длиннее. Сейчас они двигаются по сетке, но это необязательно. Мы можем отключить привязку, и регионы перемещаются свободно. Чтобы удалить регион, сделайте правый клик и выберите «Удалить регион». Или можете воспользоваться модификатором. На PC это клавиша «Олд», а на Mac и «Опшн». Зажмите ее и щелкните по региону, который вы хотите удалить. А двойной клик по региону создает выделенную область в границах данного региона. Мы можем кликать здесь или на линейке. При этом область, ограниченная регионом, выделяется. Что упрощает редактирование. Например, нам нужно отредактировать только куплет, удалив в нем малый барабан. Вот как легко это делается. Но истинная мощь регионов раскрывается при аранжировке. Но прежде чем вам это показать, создадим пустые айтемы. Это не обязательно делать. Я это делаю только для того, чтобы было лучше видно, что происходит. Итак, создаем новый трек, размещаем его наверху, делаем двойной клик по этому региону и вставляем сюда пустой айтем. Вот здесь. Теперь, сделав двойной клик, мы можем назвать его. Далее, нажав сюда, мы заполним текстом весь айтем. Вот этот текст. Можно его увеличить или уменьшить. Давайте его продублируем, поместив его в этот фрагмент. Только дадим ему соответствующее имя. С припевом сделаем то же самое. Теперь раскрасим их в цвета, соответствующие их регионам. Этот будет желтым, этот зеленым, а этот красным. Это делать не обязательно. Я это делаю для того, чтобы было лучше видно, с какими фрагментами песни мы работаем. Вот наше вступление, тут у нас первый куплет, а тут первый припев. Теперь мы можем захватывать наши регионы и перемещать их. Можем захватить вот этот регион, первый куплет, и поместить его перед вступлением. При этом перемещается не только регион, но и все включенные в него айтемы. Поэтому я и создал эти айтемы, чтобы вы увидели, что они тоже перемещаются. Перетащим вступление обратно, поместим припев перед куплетом, и все входящие в данный фрагмент айтемы тоже перемещаются. Сейчас у регионов идеальные границы, но это не обязательно. Мы можем уменьшить куплет. Сделаем куплет вот таким. Теперь, если мы переместим только вот этот маленький фрагмент, все его айтемы будут разрезаны и перемещены. Перетащим его сюда. И видите, айтемы были разрезаны и перемещены сюда. Остались только вот эти два куска. Вот как было до перемещения и после. Регионы также можно дублировать. Например, первый куплет можно поместить перед вступлением, сохранив его на прежнем месте. Для этого на PC зажмите Ctrl, на Mac'е Command и перетащите его сюда. Создастся копия. Теперь это регион 4, но в нем те же самые айтемы, что и в первом куплете. То есть песня теперь начинается с одного куплета, затем она переходит к интро, а затем к еще одному куплету и к припеву. То же самое сделаем с нашим припевом. Давайте добавим еще один припев сюда. Зажимаем модификатор и дублируем припев. И вот тут у нас появился еще один припев. Отсюда наш припев никуда не делся, но мы изменили аранжировку песни. Медиа айтемы при этом тоже переместились. Вот такой удобный способ аранжировки. Просто перемещая регионы. Этот передвинем сюда. Или обратно. Продублируем его, поставив начало. Это очень удобно при аранжировке. Давайте все это отменим. Также нужно отметить следующее. Если вы сделаете правый клик вот здесь и нажмете «Редактировать регион», то вот тут можно зайти в менеджер регионов. Открыть его можно также в меню «View», выбрав вот эту команду «Менеджер регионов и маркеров». Вот как он выглядит. Вот наши регионы. Тут мы можем их переименовывать, менять их цвет, вот так, менять их границы. Но больше всего мне нравится вот это. Если вот тут сделать двойной клик, то мы увидим данный регион, развернутым на весь экран. Кликнем по второму региону, и вот на всем экране мы видим только его. Теперь третий регион. Это удобно, когда нужно поработать над конкретным фрагментом. Это также облегчает навигацию по песне. Хотите поработать с интро? Двойной щелчок. И теперь мы увидим только этот фрагмент. То же самое с куплетом и припевом. И вот мы готовы приступить к работе над конкретным фрагментом. Вот и все. Это маркеры и регионы в риппере. Поехали дальше. Субтитры сделал DimaTorzok